так закончим разговор с яблоками потому что тема привитых яблок понятно что тут непонятно вон она все бирка вот она прекрасная прекрасная яблоня смотрите что здесь написано вот яблоня бельфер китайка это к тому что я ничего не выдумал повесил эту бирку несколько лет назад яблони росла очень быстро и с одной стороны страшная тень и она устремляется вверх посмотрите как я просто давал и наконец заплодоносила вот ей всего 6 лет 7 но росла быстро еще раз полдня в тени стремится к солнцу второй год дает яблоки причем первый год имени не очень а второй год очень вот они значит самая крупная с это уже упали те которые упали сами солнечной стороны я сейчас стою с ветку с той стороны которая как бы в тени посмотрели идем дальше значит это бельфер китайка я отношу с этого года я перевожу ее в высшую лигу она была просто для меня а теперь не просто так теперь у меня показалось два разных сорта и а название одно и то же это называется розмарин так то что у меня сейчас висит это жалкие остатки вот видите это переработано сейчас еще покажу сколько у меня переработано на семена переработано переработано вот переработано 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 вон там дальше еще переработано еще это ведра 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 вот и наконец вплоть до самых крупноплодных вот то что вы видите это то самая бельфер китайка вот она но с этой стороны гигарина красная так теперь переходим к следующему моменту сейчас сверху карман потом будем дегустировать и разговаривать значит смотрим сюда это у меня не поверите антоновка она не может быть такой влияние по двое огромно вот все годы ой нет заговариваюсь та самая это вот она антоновка 400 граммовая да старею братья чуть вам голову не заморочил только сорвался этого дерева это та самая которая golden derishes которая оказалась вообще не голден но яблоко это скромная где-то 350 грамм бывает 500 ну ладно я тоже возьмем в коллекцию так а антоновка вот она антоновка вот это уже упала сейчас я сяду и кое-что вам расскажу вот теперь получается коллекция пополнилась так и значит опять мы прошли мимо розмарин возвращаемся нам надо с него взять яблочко тоже это все последнее я их тут ведрами продавал так жалко было портится быстро жара было так ну где-то у меня где-то у меня на дереве а вот на 5 прошлом году были не поверите два раза крупнее в этом году все мелкое но зато их было много вот еще сорвал вот итак перед нами розмарин все коллекция собрано теперь идем последнее что тут по ближести есть это яблоня антоновка а потом я сяду у меня все-таки 100000 операция ну уж понимаете когда заслуженный металлург ордена носит вот лучший изобретатель города наиска все это наплевать когда речь идет о здоровье просил у завода несколько тысяч добавьте нет не положено лечитесь а лечиться можно несколько лет сдать вот и вот 100000 я выложил помогали мне вы я продавал семена продавал черенки вот таких сортов 100000 набрал и мне операцию сделали но все-таки моложе я не стал на ноги сохранил и так антоновка которая обыкновенная в этом году она никогда такой мелкой не было несколько лет плотносят с нее мой помощник собрал ведро говорил буду варенье варить много придется бухать туда в это варенье сахаром замечательная вещь все-таки это пока кислое зимнее яблоко итак пошли садимся и поговорим именно про антоновку вот сейчас присядем а ее надо было тоже взять для примера хотя хвататься особо нечего вот а вот она я хотел здесь есть на солнцепёке ну как-то на фоне супер туалета уличного типа сортира как-то у меня разговор не получится сяду к я беседку так набрал я яблоко так как-то надо же удивлять а вот изупавшийся вот чуть ли нет вот покрупнее изупавшийся это у меня болтается вот они все пошли помогать некому знаете как меня умиляет за все годы что я занимаюсь садоводством а значит и видеофильмами я все должен рассказывать обо всех такое было вот всех 20 разных а спокойно то наймите его оператора вот я говорю а ты мне пришли деньги на оператор совет это бесплатно они недорого стоят как говорила актриса муравьева не помните я на всю жизнь сразу запомнил не учите меня жить лучше помогите материально так вот вот это вот должно быть каждом саду так но здесь они не смотрятся здесь клеенка она такая пёстая на фоне не видно ну давайте здесь 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 так здесь оператора наймите а как он мне что бесплатно будет работать наше время бесплатно ага сейчас вот смотри вот так вот так и вот так вот нет не все вот пришлось еще карваны прятать вот она бельфер вот они бельфер так поехали итак это моя элита ну может быть кроме антоновки обыкновенной еще раз бельфер китайка тоже бельфер но она досталась уже в отличие от посылочной бельфер этой самой ой нет чернобаевская это он мне два саженца подарил которые мы его там видели да вот который я тут стряс но последние уже мелкие стени а вот это вот царство небесное покойник федоренко мой друг взял и умер он так обидно а такой садовод был великолепный это от него веточку раздобыл сергей железа уже становясь помаленечку селекционером так ну а дальше что а дальше golden derish из которая правда должна быть что-то раза крупнее но этот год вообще такой мелкий вот далее розмарин получается надо их рядом поставить вот розмарины но разные розмарины и так бельфер китайка golden два розмарина с разных источников и теперь догадайся ну-ка они все-таки родственники или нет нет это разные сорта кого-то неправильно розмарин или у федоренко царство небесное или этот самый розмарин из посылки дальше классическая классическая антоновка и антоновка обыкновенно говорить буду сейчас про антоновку обыкновенно сейчас сяду все таки ноги намучил задний четвертый фильм снимаю у меня там написано в титрах можете оказать материальную помощь потому что мне эти фильмы тоже не даром знаете сколько я потратил деньги до какой-то момент пол миллиона на их монтаж а потом когда присоединился ко мне мой брат уже получилось меньше намного дешевле я его так чуть-чуть скидываю от стыда он целыми днями занимается монтажом от стыда скидываю ему немного денег и пока все но тем не менее я надеюсь фильмы приносит пользу во-первых потому что это сибирь пусть южная но сибирь пусть сибирь но южная и тогда в разговор пойдет вот о чем мне требуют косточки семечки именно антоновки просто антоновки о том что она бывает обыкновенная она бывает и 400 граммовая вот мало того что 400 граммовая это тут и 200 нет ну понимаете сезон заканчивается когда любимое занятие я этим распространяю слухи приезжает машина 4-5 пассажира к Сергею приезжает как сегодня было я сегодня тоже фильм снял к Сергею приезжает в данном случае это самое не получилось обычно это 4-5 человек все члены пассажир расходятся по саду и все пробуют пробуют я делаю широкий жест и в тот момент когда начался снимать фильм самая крупная уже вот такие антоновки хотя были действительно 400 граммовые итак что из них семечек будет вот классический ответ самого Мичурина антоновка наверное где-то вот такая средненькая кстати 20 сортов они уже начали разлучаться вплоть до того что у них окраска начинает появляться итак антоновка итак взял семечки и у него вырастил выросли дички даже не вот такие а дички тогда он посмотрел на эту антоновку критическим взглядом на это дерево оно привито было на дичок и сказал вот так вот где собака зарыта дичок испортил антоновку он значит был этот дичок был повлиял на привой на привитую ветку и получилось ну вот даже не так а получились еще меньше наверное в два три раза и мне застряло это в голове как говорится подсчитываем как этот смеялся говорит вы стихи пишешь а он отвечает да подписываем подписываем так и тут подсчитывал я Мичурина и теперь у него в голове застряло и мне говорят эти там у меня уже гости то расхватали я не могу с них взять семена их практически нет а вот эти видели валяются валяются вот и взять с них семена а что с них вырастут и тогда я еще рассказываю одну историю я перегоняю машину мне наличанину одному из как говорится лучших дают талон на шестерку на вазовскую в Тольятти это было круто в то время это было только лучшим баммонцам давали и наличанам больше никому ну не считая этих блатных и тогда зажав этот талон в потной руке я еду саживаться на самолет еду в Тольятти нанимаю нанимаю гонщика специальная профессия обычно кто покупал тот не мог даже машину догнать перед на риском разбил машину один мой приятель тоже только гнал не на юг как я не на украину а на риск и умудрился ее разбить так вот новичок а здесь профессиональные и гнал он гнал и мы гоним через примерно примерно ну вот что могло на украину попасться после Тольятти то ли Калужская область что то в этом роде а родина не родина а центром антоновского производства антоновского как именно сорта как именно выделившегося как суперсорт то есть необыкновенным запахом это считалось первым достоинством вот считалось как раз вот это вот то ли тамповская то ли Калужская не помню мы через это ехали и вдруг мне гонщик говорит Константинович вот сейчас специально остановлюсь я на речане у меня лишний рубль всегда есть вот я остановлюсь сейчас возле рынка где продают настоящую антоновку вот купи килограмм не пожалеешь это он мне говорит выходцы с Украины которого удивить а на риск то что привозили ну если уж привозили яблоки так с Болгарией вот меня на речане удивить трудно антонов и во всю дорогу 100 километров 200 500 пока мы ехали до этого рынка он говорит там особенно особенная настоящая аромат я все время это проникался проникался и когда подъехал я останавливался да я выхожу на рынки они все такие ну подъехал десяток женщин вот у каждого несколько ведер все одинаковые все такие вот даже не вот такие а вот такие и значит я беру килограмм не выбирая сажусь и мы едем я хрум твердая как камень кислая кислая вот а он ну я же не один ем я говорю горчайся а он ест и нахваливает хрустит и нахваливает и тогда я понял первое наши среднерусские жители кроме морковки слаще еще ничего не ели вот вот так вот весь рынок только антоновка конечно морозостойкая великолепный подвой это я что потом узнал а на тот момент разочарование было огромное ну и что мне делать я сейчас получаю вы думаете у меня спрашивают семена розмарина да про нее никто почти не знает думаете у меня спрашивают семена апорта или допустим этого же самого бельферки тайки нет антоновка и что я с него возьму семечко и он вырастет с него ну конечно не как привитые на третий четвертый пятый год а пусть шестой седьмой он вырастет плоды он меня потом знаете куда пошлет я уже на том свете буду через пять-шесть лет вот что мне гадалка нагадала мне три года осталось вот но зато я эти три года живу полной жизнью а мне же на том свете икаться будет представляете вот у меня антоновка ну что я длинный разговор я люблю поговорить не скрываю этого я все время подчеркиваю не требуйте от меня инструкций взял лопату выкопал яму метр на метр на метр дальше список что туда засыпать будем да керамзит речной песок куски железа шифер на дно шифер такие глупости чтоб коля не уходил вниз и не питался супер этими самым перенасыщенным перенасыщенным минерально-соревым раствором оказывается на дно ямы выстелить шифер в крайнем случае керамзит не дать корню найти питание эти самые просто напиться раз еще и напиться с помощью незамерзающего антиприз я его сам назвал антиприз вот это и есть наша действительность поэтому вы от меня узнаете по ходу хихи с хихонькими хахонькими вы уже поняли никаких дно ямы не усилать ничем никаких дренажей никаких кстати дренаж понятия чтобы просачивалась нет блять надо обязательно эти шифером чтобы не дай бог корень туда не прошел и это дренажом называют слышали звон ни черта не разбирается у нас таких тысячи тысячи и люди корячатся метровые ямы копают вот потом откуда-то что-то привозят набивают перегноем набивают минеральными удобрениями не дай боже вот и такое получается это самое вот запомним раз и всегда напоследок это касается и антоновок и розмаринов и все что угодно и абрикос и слив и яблони и груши всего касается вот берете небольшую яму делаете под корни и берете землю чистую я ее называю стерильную сняли дерн еще сняли несколько сантиметров и дальше берите землю которая закончились гнилостные процессы примерно тысячу лет назад пять тысяч лет назад вот а десять тысяч лет дальше уже пойдет глина и вот эту землю стерильную чистейшую перегнившую с тысячи лет назад используйте в яму и причем небольшую яму ну что выговорился все сейчас у меня заморгала этот сам моргалка и сейчас остановится сам запись сама но я надеюсь я успел хоть чего-то вам сказать объяснить не требуйте от меня семена антоновки вот не делайте дренаж в ямах не отрезайте центральный корень еще много дури вам научат до свидания друзья это пять тысяч пятьсот или шестьсот какой-то фильм я не шучу вот добавить мне пятьдесят или сто рублей чтобы этот фильм смонтировали мне потому что плачу я я я пожалуйста вот а нет ничего переживу до свидания ай где моя коллекция вот еще один-два человек приедет и все сегодня приезжал угощал в Черногорке вот все друзья благодарю за внимание вот благодарю за внимание кино кончилось скина пока не будет